Дорогие друзья, я часто езжу на такси, потому что собственные машины не имею и иметь не собираюсь. Ну и соответственно бывает так, что там всякие перемещения удобнее совершать на такси. Хотя на самом деле, конечно, я просто люблю общественный транспорт больше всего. Но бывают поездки на такси, особенно в это время, когда Москва пустая, летаешь, коронавирус освободил Москву. И вот бывают таксисты самые разные. Некоторые таксисты это люди, у которых как-то не сложилось с работой, не знаю, по тем или иным причинам ее потеряли. Но на самом деле они глубоко интеллектуальны, ну просто в жизни там не повезло. Или даже они просто подрабатывают таксистами. А кто-то на пенсии подрабатывает таксистом. То есть среди таксистов встречаются самые разные люди, в том числе и вполне одаренные. И вот однажды меня вез таксист, который был фанатом разных таких задач на смекалку. Когда он узнал, что я доктор физмат-наук, да еще и популяризатор математики, он буквально завизжал от восторга и сказал, сейчас я тебя поймаю. И стал давать всякие простенькие задачи, типа ручка стоит, ручка с колпачком стоит 1 рубль, а колпачок дешевле ручки на 90 копеек. Сколько стоит колпачок и сколько стоит ручка, да? Ну на этой ерунде, естественно, он меня не поймал. Потом приступил к более сложным задачам. Там я тоже не ловился. И в итоге, тем не менее, он смог меня поймать и загнать в угол. Он мне дал следующую задачу. Есть темная комната. В ней на столе лежат 100 монет, 88 из которых лежат орлом, а 12 решкой. Но совершенно неизвестно, кто чем лежит. То есть на ощупь определить нельзя. Требуется зайти в эту комнату в полной темноте, произвести какие-то действия, манипуляции руками. На ощупь вы не можете отличить орла от решки. Требуется, чтобы, когда вы вышли из комнаты, на столе было две кучи монет, не обязательно одинаковых, две кучи монет, чтобы в каждой из них было одинаковое количество решек. Я специально молчу. Я не смог придумать за имеющиеся у меня одну минуту, а потом мы подъехали к подъезду, я сдался и попросил решение. Думайте или ставьте на паузу, ибо я начинаю рассказывать решение. Но это просто гениально, на мой взгляд. Просто гениально. Смотрите, что надо сделать. Вот у вас 100 монет, вы на ощупь рукой отделяете от 88 какие-то 12, совершенно неважно какие. Теперь у вас здесь 88, а здесь 12. Отделили? Отделили. А теперь все эти 12 переворачиваете. Смотрите. Пусть в этих 12 монетах было x решек, тогда здесь их было 12 минус x. Правильно? Потому что всего 12 решек, это известно. Но если вы все перевернете, то у вас каждая решка станет орлом, а каждый орел решкой, и в результате, если было x решек, то станет 12 минус x, где 12 как раз отложенные вами в кучу. И эти два числа совпадут. Задача решена. Но, блин, я не придумал. Огромное спасибо всем, кто стал нашими патронами. А те, кто еще не стал, мы всех приглашаем встать. Записывайтесь на патреон. Продолжение следует...